Уважаемые гости и участники нашего форума, дорогие друзья, рад приветствовать вас на онлайн-площадке уже ставшего традиционным нашего осеннего мероприятия совместно с компанией Times High Education. В этой связи хотел бы прежде всего выразить слова благодарности нашим давним британским партнерам за выбор Казанского федерального университета для проведения столь представительного международного форума. Хочу поблагодарить и наших коллег из академического сообщества и представителей бизнес-структур за активный отклик участвовать в модерации и дискуссиях тематических панельных сессий. С одной стороны, очень символично, что обсуждение трендов цифровой трансформации высшей школы проходит в онлайн-формате. С другой, можно лишь посетовать, что неблагоприятная эпидемиологическая обстановка помешала сегодняшним участникам в полной мере ознакомиться с красотами и достопримечательностями третьей столицы России, тысячелетнего города Казани и побывать в стенах одного из старейших и в то же время наиболее динамично развивающихся вузов нашей страны – Казанского федерального университета. Уважаемые коллеги, Казанский университет, который в этом году празднует свою 216-летнюю годовщину со дня его основания, по праву можно считать кузницей выдающихся кадров. В стенах нашего вуза учились и преподавали сотни великих деятелей, которые внесли неоценимый вклад во все значимые сферы жизни. Это первый руководитель Советского государства Владимир Ильич Ульянов-Ленин, великий русский писатель и мыслитель Лев Николаевич Толстой, основатель неевклидовой геометрии, ректор Казанского императорского университета Николай Иванович Лобачевский, выдающиеся физики Евгений Константинович Завойский и Семен Александрович Атшулер, знаменитый лингвист Иван Александрович Бадуэн де Куртене, известный востоковед Христиан Фрэн, изобретатель видеомагнитофона Александр Матвеевич Понятов, а также целая прияда великих химиков Николай Николаевич Зинин, Владимир Васильевич Марковников, открывшие рутени Карл Клаус, Александр Михайлович Бутлеров и многие-многие другие. Перечтение всех выдающихся деятелей нашего университета может занять не один час. Это наша великая история. Вместе со страной мы переживали и ключевые реформы, и преобразования. Вот и наша встреча проходит на фоне векового юбилея Татарской Автономной Республики и в год 75-летия Великой Победы над фашизмом. Думаю, эту священную дату отмечает вместе с нами весь мир. На любом этапе своей эволюции университет всегда выполнял миссию Центра образования и науки. Разрешите сейчас более подробно остановиться на особенностях развития нашего университета на современном этапе. Казанский университет сегодня – это крупный научно-образовательный холдинг, где занято свыше 10 тысяч сотрудников и обучается порядка 50 тысяч студентов по 700 с лишним программам. Причем среди них более 10 тысяч иностранных граждан из 106 государств. В своей деятельности мы опираемся на наши стратегические документы, программу развития федерального университета, программу повышения глобальной конкурентноспособности. Сейчас в рамках новой инициативы национального академического превосходства до 2030 года мы разрабатываем программу стратегического лидерства на ближайшие 10 лет. Осознавая свои масштабы, мы на основе исследований глобальных и общестрановых вызовов, задач регионального развития и собственного потенциала нашего университета определили приоритетные для университета направления. Это, во-первых, науки о жизни и здоровье, во-вторых, нефтегазодобыча, нефтегазопереработка и нефтегазохимия, третье — киберфизические и космические технологии, и четвертое — это педагогические технологии и комплексные социогуманитарные исследования. Отмечу, что значительная часть, около 90% наших научных публикаций, а также привлеченного финансирования университета, приходится именно на эти точки роста. Это позволило нам стать ведущим научно-образовательным учреждением в этих направлениях не только в России, но и в мире. Приведу лишь самые значимые достижения, которые подтверждает этот тезис. По наукометрическим показателям за 10 лет функционирования статуса федерального университета мы не только выросли по абсолютному количеству публикаций в международных базах цитирования, таких как Web of Science и Eskopos. Хочу сказать, что мы выросли более чем в 9 раз. Ну и существенно, конечно же, прибавили и в качественном отношении. Цитируемость публикаций выросла 15 раз. Ощутимо мы прибавили и по доле статей в высокоцитируемых изданиях, так называемых первой и второй квартире. За эти годы мы почти вдвое увеличили объемы финансирования научных исследований. Значительно обнадеживает и тот факт, что меняется сама структура финансовой поддержки научно-исследовательских работ. В настоящее время в ней поступательно растет доля доходов от выполнения хоздоговорных работ по заказу предприятий и организации реального сектора экономики. Причем за 5 лет мы практически удвоили объемы. Мы это рассматриваем как прямую востребованность наших изысканий. Университет продолжает активно работать в направлении развития действующих и создания новых площадок трансферотехнологий для доведения опытных образцов до рынка и масштабирования успешных методических практик, апробированных на наших образовательных площадках. В настоящее время мы завершили формирование практически всех необходимых элементов инновационной экосистемы и реализуем различные подходы, нацеленные на попадание в первые сотни самых инновационных предпринимательских университетов мира. При активной поддержке Республики Татарстан мы инициировали проект по запуску университетского технопарка в общей площади свыше 20 тысяч квадратных метров. Реализация такой предпринимательской инициативы позволит нам существенно увеличить объемы конверсии научных разработок в бизнес, а также повысить, конечно же, и конкурентноспособность наших выпускников на открытом рынке труда. Более того, я думаю, они не просто будут искать себе работу, но и сами создавать новые высокотехнологичные рабочие места. В области образования мы уверенно удерживаем первые позиции в стране в своем классе университетов по географии обучающихся и качеству приема, при том, что ежегодный набор составляет около 13 тысяч студентов. В контексте повышения интернационализации за эти годы мы 18 раз увеличили контингент иностранных граждан. По абсолютным показателям динамики прироста у нас лучшие результаты в стране, поэтому не случайно, что сегодня мы входим в группу университетов, осуществляющих экспорт российского образования, что нашло отражение в специальном постановлении правительства России. Растет и численность иностранных профессоров и исследователей, которых мы привлекаем из ведущих университетов и научных центров по всему миру. Экосистема Большого университета также создает хорошие перспективы в развитии дополнительного образования. Мы занимаем лидирующие позиции среди российских вузов, обучив по итогам прошлого года свыше 40 тысяч студентов и слушателей по более чем 250 программам непрерывного образования, которые мы реализуем совместно с ведущими российскими и международными компаниями. Приведу лишь некоторые из них. Это крупнейшая нефтяная компания нашей страны «Роснефть», «Татнефть», «Газпромнефть», «Лукоэл», «Купет Куба», «Петра Чайна», «Китай». В течение трех лет мы планируем удвоить наши параметры в области дополнительного образования. Мы активно сегодня внедряем смешанные технологии обучения за счет насыщения учебных программ цифровыми образовательными ресурсами. Благодаря участию в федеральных проектах и программах мы активно расширяем свою научно-исследовательскую инфраструктуру. На ее модернизацию в рамках упомянутых приоритетов за последние пять лет было вложено из различных источников более 32 миллиардов рублей. К настоящему времени за этот период создано более 200 лабораторий и 12 центров превосходства по ключевым направлениям исследований. Все перечисленное положительным образом сказалось на нашей репутации и узнаваемости, в том числе и на международной арене, объективным выражением чего стал значительный прогресс в мировых институциональных и предметных рейтингах. Наиболее значительных успехов удалось достичь в предметных рейтингах «Таймс». В целом, на сегодняшний день Казанский университет представлен в 8 предметных областях из 11 возможных по ряду направлений, удерживая лидерство среди российских университетов. Так, в рейтинге по направлению образования, где Казанский федеральный университет в 2019 году вошел в топ-100 лучших университетов мира и занял 94 место, мы сохраняем первенство среди российских вузов. Также мы вторые по направлению медицины и социальной науки. Важно отметить, что потенциал Казанского университета независимой международной экспертизой оценен выше специализированных медицинских вузов и научных медицинских организаций, что нас, конечно же, радует. В рейтинге КУЭС мы также входим в сотню лучших вузов мира по предметной области петролем-инжиниринг. Заметным достижением стало продвижение Казанского университета в сравнительно новом рейтинге Times Impact, впервые опубликованном в 2019 году и посвященном реализации целей устойчивого развития ООН. Этот рейтинг позволяет измерить, насколько наш университет включен в глобальную научно-образовательную повестку. Так, Казанский университет занимает 29-ю позицию в мире по цели под номером 16 «Содействие построению миролюбивого и открытого общества в интересах устойчивого развития». Для удержания завоеванных позиций и дальнейшего движения к поставленной цели быть в числе лучших университетов мира, нам необходимо уже сейчас превентивным образом формировать модель университета будущего, названный нами «Университет 4.0», который должен отвечать вызовам четвертой промышленной революции. И цифры здесь — это, безусловно, необходимая, но, должен сказать, недостаточная часть. Трансформации должны затрагивать саму сердцевину университета, связанную с наукой, образованием, управлением. Эти базовые компоненты также должны серьезно эволюционировать части новых технологий. Для поддержки цифровых трансформаций еще в прошлом году мы приступили к формированию Единого Центра Цифровых Трансформаций и 18 предметно-ориентированных центров во всех наших основных подразделениях. По сути, Центр Цифровых Трансформаций — это подразделение университета, координирующее все виды деятельности в рамках национальной программы «Цифровая экономика» и напрямую подчиненные ректору университета. Основными фокусами Центра является разработка, развертывание и экспертиза цифровых платформенных решений и платформ искусственного интеллекта в областях медицины, промышленности, беспилотного транспорта, образования, экономики, серых услуг и других направлений. Так, например, в области медицины Центр сосредоточил свои усилия в области создания системы обработки иммунитиомиксных данных, анализа цифровых медицинских изображений, разработки комплексов приложений биомедицинского мониторинга, а также частичной автоматизации процесса первичного осмотра и дальнейшего наблюдения пациентов. В области систем автоматизации транспорта Центр специализируется на создании линейки беспилотной тракторной техники, автоматизации электротранспорта, систем автомобильного мониторинга, а также полунатурных испытаний наземного транспорта высокой степени автоматизации и всех его подсистем. В области цифровизации образовательного контура это, например, системы коррекции произношения на русском языке иностранных студентов и автоматизированной детской локопедии. Нами уже сформирован широкий поиск индустриальных партнеров во всех профильных областях исследований. Имеется и быстро развивается пол активных заказчиков по основным областям деятельности. Также на базе Центра активно формируется студентское конструкторское бюро под названием «Цифровые платформы», начитывающие в данный момент более 30 проектов студентов естественно-научных факультетов. Как вы, наверное, успели заметить, нам удалось сконцентрировать усилие и успешно реализовать достаточно серьезные по глубине масштабы и скорости трансформации во многих сферах деятельности университета. Вместе с тем, мы, объективно оценивая ситуацию на новом этапе реализации нашей стратегии развития, наметили для себя ряд направлений, которые, конечно же, требуют определенного усилия. Это, прежде всего, повышение уровня академической узнаваемости. В первую очередь, публикационных результатов наших исследований за счет расширения имеющихся и развития новых международных коллабораций. По нашим, конечно же, приоритетам и ключевым фронтирам глобальной научной повестки. Во-вторых, усиление кадрового потенциала за счет приглашения ведущих иностранных исследователей и педагогов по перспективным научным и образовательным направлениям. И третье, усиление взаимодействия с реальным сектором экономики, ведущими международными компаниями, обеспечения успешного трансфера наших передовых разработок и технологий в рамках развертывания при активной поддержке нашей республики собственного технопарка и развития сети профильных инжиниринговых центров. Уважаемые участники форума, благодаря авторитету компании Times High Education и разветвленной сети бизнеса и академических партнеров Казанского университета мы существенно расширили фокус нашего мероприятия, выйдя далеко за пределы традиционных рамок исключительно цифровых технологий в образовании и пригласив ведущих экспертов в самых различных областях стремительно развивающейся цифровой экономики. Я искренне надеюсь, что сегодняшнее мероприятие позволит всем нам по-новому взглянуть на проблематику органичного встраивания университетов в реалии цифровой экономики, обеспечить обмен инновационными подходами и приток инвестиций в новые сферы научных изысканий, базирующихся на технологиях индустрии 4.0. Уверен, что на наших разнообразных дискуссионных площадках нам удастся не только ознакомиться с лучшими мировыми практиками цифровых трансформаций высшей школы, но и создать условия для формирования новых совместных проектов и перспективных коллабораций. Желаю всем участникам плодотворной работы, новых научных открытий и, самое главное, крепкого здоровья, счастья и благополучия. Я глубоко убежден, что современный уровень технологического развития позволит нам преодолеть текущие трудности и в будущем году мы снова встретимся с вами, но уже не в виртуальном пространстве, а на гостеприимной земле нашей страны, нашей республики, в стенах нашего старейшего университета России. Спасибо вам за нашу форму. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...